Тройное счастье и тройные заботы Ярославну Светлану Ирхину выписали из перинатального центра. Там же родила своего второго ребенка наша ведущая Наталья Пивунова. В выходные она будет дома. Уникальный способ уничтожения МИН. Ноу-хау Ярославца Сергея Козлова. Военный моряк в преддверии Дня БМФ рассказывает о службе на острове Наргин на Балтике в начале 90-х. Семь футов под Килем в Ярославле стартовали всероссийские соревнования студенческой парусной лиги. Здравствуйте, в эфире время новостей городского телеканала в студии Анна Лазоркина. Накануне вечером скачок напряжения в четырех районах Ярославля. Сегодня отключение электричества. В 9 часов утра без электроэнергии остались три улицы – Титова, Гагарина и Большие Полянки. Погас свет в домах и социальных объектах. Об этом городскому телеканалу сообщили в единой дежурной диспетчерской службе. Кратковременное отключение фиксировалось в больнице имени Симашко. Как пояснили в областном департаменте здравоохранения, медицинская аппаратура была подключена к резервному источнику питания. Включение оказывалось в полном объеме. Клиника работает в штатном режиме. Детским садам повезло меньше. Электроэнергии там не было до 13 часов. Полностью устранить аварию удалось в 14.30. Причиной стало повреждение кабеля 6 кВт. Работы велись на трех подстанциях. В пятиэтажке на Кавказской, помимо проблем с электричеством, постоянные потопы. Все несчастья от дырявой крыши. Когда смогут ее починить, узнала Валерия Сарамятникова. 15 мая 2021 года электричества в данной квартире нет. Вышибло все пробки. Прошло три месяца, картина та же. Когда мы включаем электричество, хлопок вырубается, все. Живет Любовь Самсонова с одной лампочкой и свечами. Проводка не работает из-за потопов. Делать новую не вариант. Очередной дождь сведет все усилия на нет. Такая ситуация практически во всех комнатах на пятом этаже. Местные жители рассказывают, крышу в последний раз латали более 10 лет назад. С тех пор она прохудилась и просела. Дырки, через которые течет вода, видно невооруженным взглядом. Самые большие кротовые норы в обрушенных дымоходах. Именно по ним и идет основной поток воды. Представь, это все в квартиру нам стечет. А это все стечет нам в квартиру. Вода добирается с пятого аж до второго этажа, говорят соседи. У нас сверху течет, то есть из вот этой ливневки течет прямо по нашим этажам. И здесь оказывается вот этот вот запах сыроты. И вот эта вот плесень образовывается на трубах. До того момента, пока я не вскрыл вот эту панель саму, там было просто нечто. Дышать было нечем. Трубы просто уже кусками обваливались. За трубы в доме ответственна управляющая компания. Люди исправно платят по статье «Содержание и ремонт». По словам жителей, водопровод обещали сделать с крышей. Другая ситуация. Дом включили в программу капитального ремонта на этот год. Но подрядчик на пятиэтажку не выйдет. Наш дом по улице Кавказской, 27, корпус 2, могут исключить из программы навсегда. Поскольку есть закон Ярославской области, 32-й ДЗЕ. Если в доме меньше пяти квартир, то эти дома исключаются автоматически. Дом фактически является многоквартирным, но по бумагам квартир нет. Есть только комнаты. Кухня и коридор считаются коллективными. Это бывшее общежитие одного из предприятий Заволжского района. Построено в 1982 году. Со временем ярославцы оборудовали в своих квадратных метрах кухни и туалеты. Общими уже никто не пользуется, говорят люди. Забота о здании несколько лет назад легла на плечи жителей. Платим за это жилье где-то. У меня здесь три человека прописано. Ну, 6-8 тысяч примерно. Это летом. Вот в чем дело. Ну, это как за трешку, грубо говоря. Вот. То есть коридоры сами видите в каком состоянии. То есть вообще у управляющих компаний очень много было, которые постоянно от нас отказывались. Как пояснили в районной администрации, угроза, что дом снимут с программы капремонта, остается. Но вопрос в скором времени обещают решить. Вариантов два – провести инвентаризацию всего дома или только пяти помещений. То есть юридически переоформить пять комнат в статус квартир. На сегодняшний день мы ждем позицию жителей. Мы готовы им оказать максимальное содействие в любом направлении и помощь. Сегодня мы уже провели переговоры с руководителем нашего регионального отделения федерального БТИ по поводу того, как максимально быстро сделать так, чтобы появились эти пять квартир в доме. При удачном стечении обстоятельств все можно сделать уже в этом году и дождаться, наконец, капремонта в следующем. Валерия Сремятникова, Денис Кауров. Новости города. Школа 72 дождалась ремонта кровли. Работы идут полным ходом. Здесь на полутора тысячах метрах полностью меняют подушку на крыше. Обновили вентиляционные шахты, заменили сгнившие лаги. Кровля будет из металлочерепицы. Стоимость работ порядка пяти миллионов рублей. Сдача середина августа. Школа 1965, пятого года постройки. Последний раз здесь меняли шифер в 2011 году, но он простоял недолго. Состояние крыши было плачевное. Третий этаж протекал, русты выпадали. Вода протекала вплоть до первого этажа. Иногда приходилось спасать аппаратуру. После весенних таяний снега, сильных дождей. В общем, достаточно проблематичная была крыша, поэтому мы, конечно, были счастливы, когда нам выделили ассигнование. А в одном из крупнейших детских садов области, где воспитывается 460 детей, установили две новые веранды. На их приобретение было выделено 416 тысяч рублей. На весов здесь не было почти 10 лет. Старые утилизировали. Новые стали появляться с 2017 года. Благодаря включению в губинаторскую программу «Решаем вместе». Безусловно, этому рады все участники образовательных отношений. И, несмотря на погоду, наши воспитанники могут продолжить игровую деятельность о новых верандах. В этом году у нас принимают участие в губернаторской программе «Решаем вместе» 119 организаций по городу. Направления работ у нас различные. Как здесь мы видим, приобретение теневых навесов. Где-то мы приобрели шахматное оборудование. Где-то мы приобрели дополнительно компьютерное оборудование. Так и такие работы, как ремонт кровли, ремонт асфальтового покрытия, ремонт различных инженерных сетей. Еще один двор во Фрутненском районе сдан в эксплуатацию. В поселке Октябрьский между домами 12 и 14 специальная комиссия сегодня принимала работы в рамках программы «Решаем вместе». Сделано немало. Отремонтированы проезды и тротуары. Теперь по ним можно ходить, не опасаясь споткнуться. Устроена новая ливневая канализация. Во дворе появились скамейки и урны. Приходилось иногда подсказывать что-то где-то как-то. Но подрядная организация, то есть молодцы они, нам сделали то, что мы хотели. Нам все понравилось. Значит, где-то какие-то наши они учитывали пожелания. В первую очередь здесь довольны жители. Жители говорят большое спасибо. Да, кое-какие нюансы есть, но мы совместно с жителями будем эти нюансы решать. Жильцы дома своими силами всегда заботятся о дворовом пространстве. Занимаются цветочным убранством. Теперь у них во дворе стало еще уютнее. Всего во Фрудзенском районе в этом сезоне отремонтируют 4 дворовые территории. Сдают вторую общую площадь пространства 3000 квадратных метров. Управились за месяц, смогли бы и быстрее, но задержали, по словам подрядчика, ресурсники. Стоимость всех работ более 6 миллионов рублей. Сложности были небольшие, ввиду того, что проектно-сметная документация немножко была недоработана. Но мы с этим справились совместно с заказчиком, с жильцами дома, с председателем дома. Как бы совместно, параллельно вели работу. В августе подрядчик приступит к благоустройству сквера у Ротонды. Об этом городскому телеканалу сегодня рассказали в мэрии. Речь о территории между Комсомольской и Первомайской улицами. Сегодня главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов показал проект. В сквере планируют положить новую плитку, сделать освещение, посадить больше зелени, оборудовать зону для отдыха. Она будет на месте, где раньше стояли торговые точки. Также преобразится и сама Ротонда. Собственник здания пообещал привести реконструкцию одновременно с ремонтом сквера. Преобразится территория на средства инвестора и города. Завершатся работы 1 сентября. Данное пространство продолжает жить и в последующие годы также будет насыщаться постепенно новыми элементами благоустройства. В целом хотелось бы, чтобы данное пространство было максимально пешеходным, максимально удобным, уютным, более зеленым, чем оно есть сегодня. То есть площадь из зеленого пространства здесь должна быть увеличена. А также мы планируем рассмотреть возможность установки здесь небольшого навеса, возможно, с качелями. Тройное счастье и тройные заботы. Сегодня из областного перинатального центра домой отправилась молодая мама с новорожденными тройняшками. У женщины сын и две дочки. Я и мой коллега Игорь Мосин познакомились с многодетной Ярославной и увидели, как в прямом смысле семеро держали, трое одевали. Молодая мама Светлана Ирхина немного нервничает. Сегодня в жизни ее крохотных тройняшек важное событие. Здоровые и окрепшие малыши поедут домой. Они родились 17 июня. Первые УЗИ, говорит женщина, показывали одного и двух. Новость о тройной беременности стала шоком. В роду были двойни, но Светлана удивила всех. Ее мама единственная из семьи, кто до последнего момента не верила, что такое возможно. Я ее час убеждала, что это правда. Вот она так очень рада была свекровь, потому что она очень давно хотела внуков. Усталость, очень радостная усталость. Я пожелаю мамам очень много сил, терпения и любви. Первой родилась Ева, потом Даша и Лев. Вес каждого полтора кило. Первые дни реанимация. В больнице малыши с мамой провели больше месяца. Требовался постоянный профессиональный уход. Но теперь все позади. Все готовы к выписке. Светлана благодарит врачей. Они, говорит, сотворили чудо. Персонал, в свою очередь, отмечает, что молодая мама не отходила от своих чад ни на секунду. Мама молодец. Вот хочется ее похвалить. Она очень позитивно была изначально настроена. И все трудности преодолевались легко. Абсолютно готовы к выписке. С массой тела более двух килограмм все. Отправляются домой. Поддержать маму-героюню приехали гости с подарками. Такое событие бывает нечасто. Последняя тройня в стенах перинатального рождалась больше года назад. В текущем году это у нас первая тройня. Меры поддержки, которые будут оказаны, они всегда стабильны. Мы рассчитываем, что эта семья вовремя оформит все документы и заявится на меры поддержки. В ближайшее время она, безусловно, человек такой организованный, молодой, современный сделает. А у дверей больницы Светлану и ее здоровую троицу встречают родные и друзья. Бабушки и дедушки в течение месяца видели своих внуков только по видеосвязи. Сегодня впервые смогли взять на руки. Признаются, вживую оказались больше. Похоже на маму. Вся семья обещает помогать Светлане. Ведь на ее плечи легла теперь тройная нагрузка. Счастье переполняет. Волнение, конечно, ответственность огромная. Большое спасибо, любимый снохи. Дадим отдохнуть мамочке. Мамочка устала очень сильно. В области сейчас почти 12 тысяч многодетных семей. Теперь в их рядах и Светлана Ирхина. Анна Лазоркина, Игорь Мосин. Новости города. А мою коллегу, ведущую городского телеканала Наталью Пиунову, выпишут из перинатального центра выходные. 21 июля Наташа родила сына Ванечку. Рост 53 сантиметра, вес 3,660. Всегда, говорит, мечтала о мальчишке. У Наташи есть 11-летняя дочь. Теперь полный комплект. Бессменная ведущая новостей с узнаваемым и неподражаемым стилем Наталья Пиунова работает на городском 15 лет. До последнего выходила в эфир. За третьим, говорит, не собирается, а собирается на работу. 21-й год для меня оказался невероятно счастливым. Я родила сына, и это большое счастье. В этом году также у меня юбилейный год работы на городском телеканале. Вы знаете, что мое возвращение в эфир будет достаточно быстрым. Все отлично. И мама у нас в полном порядке. Ребенок тоже в полном порядке. Вообще родился с максимальными баллами по Абгар. 9,9. В общем, что у мамы, что у ребеночка, все очень хорошо. Можно сказать, что они родились в наш юбилейный год. Продолжаем выпуск новостей. 25 июля ярославцы вместе со всей страной отметят день военно-морского флота. Для Сергея Козлова это особый день. Выпускник Нахимовского училища, получивший офицерские погоны в Севастополе, не может забыть одну страницу своей службы на флоте. Это остров Нарген. Марина Смарагдова узнала, почему не выветриваются из памяти моряка несколько лет на Балтике. Уникальные кадры. Так спокойно и сосредоточенно командир военной части Сергей Козлов уничтожает морские мины. В каждые 240 килограмм тротила. Заметим, что для подрыва легковушки достаточно 200 граммов. Этот способ моряки изобрели сами. После развала Советского Союза они должны были уничтожить тысячи мин, чтобы уйти с острова Нарген, который оставался в Эстонии. Каждый день обезвреживали по 11 тонн. Попробовали взрывать. Взрываем, а в Таллине окна вылетают. Вывести не можем, не хватает средств. Оставить не можем вероятному противнику. Был разработан уникальный метод, который больше никто, нигде, никогда не повторил. Сначала попробовали, а потом уже поставили на поток, когда морскую мину стали выжигать. То есть откручивают горловину. И там, где боевое зарядное отделение, там, где тротил, вставляется факел, поджигается мина, и она выгорает. Крепость на острове Нарген – ровесница российского флота. По указу императора Петра I здесь была построена артиллерийская батарея. Это место часто называли непотопляемым крейсером. Сергей застал время, когда военная история острова закончилась. Она была боевой, и последние моряки вписали в славную страницу. Все они фактически совершили каждый свой подвиг. Маленький, большой. Я помню, когда они делали невозможно, это просто низкий поклон. Хотя это обычные ребята, которые пришли служить. Командир вспоминает, что в каждом призыве были в рядах матросов и ярославские ребята. Все тяготы службы несли достойно. В 2015-м Сергей написал книгу об острове. Говорит, что часто видит недостоверные и откровенно лживые сведения о месте своей службы. Между тем, истинная история ключа от Финского залива полна удивительных событий. Часто моряки ловили шпионов, кадры хроники втайне от начальства снимали сами. Потом каждый срочник увозил с собой не только дембельский альбом, но и кассету. Офицерские семьи время на Наргене вспоминают как самое счастливое. И хотя бытовые условия были далеки от комфортных, боевые задачи гарнизон выполнял. Было вывезено все военное оборудование. Российские войска покинули остров 20 июля 1994 года. Марина Смарагдова, Михаил Орлов, Новости города. В преддверии Дня военно-морского флота России в Ярославле восстановили памятник матросу крейсера «Варяг». Мемориал посвящен жителю Красного Перекопа Михаилу Ильичу Шестакову. В молодости он служил на легендарном бронепалубном крейсере. Был серьезно ранен во время единственного боя корабля с японцами в 1904 году. В последние годы жизни Михаил Ильич работал сторожем на фанерном заводе. Умер в 40-м. Родственников найти не удалось. А могилу в свое время открыл для ярославцев известный краевед Ян Левин. А сейчас, в 325-летию БМФ, общественники при поддержке мэрии восстановили мемориал. До недавнего времени он был заброшен. Памятник заржавел. Теперь там новая мраморная плита, посажены цветы. За могилой обязались ухаживать воспитанники кадетского морского класса школы 13. Про крейсеры «Варяг» знают все. Знают даже легендарную песню, которая поется, что врагу не сдается наш гордый варяг. И вот наш земляк воевал на этом крейсере. Сегодня мы отдали дань уважения нашему земляку. Социальная акция «Твой ход. Пешеход» продолжается. В городах области она проходит в самых людных местах – в парках и торговых центрах. Для детей – познавательные аттракционы и викторины по правилам поведения на дороге. Операция «Автобус в Данилове» сотрудники ГИБДД провели масштабную проверку транзитного и городского пассажирского транспорта. Обо всем этом и не только смотрите в программе «Дорожный патруль 76» в субботу в 13.30 и во вторник в 19.20 только на городском телеканале. Молодые Ярославны смотреть Олимпиаду не намерены. По крайней мере, так отвечали девушки на улицах. Сегодня в Токио стартовали 32-летние Олимпийские игры. Согласно свежему опросу в СИОМ, почти 80% россиян знают об этом событии. Более половины планируют следить за соревнованиями. 15% не пропустят ни одной трансляции. 36% будут болеть за любимые виды спорта. Каждый десятый посмотрит состязания выборочно, те, в которых у россиян есть шансы на призовые места. Наибольший интерес вызывают легкая атлетика, водные виды спорта, художественная гимнастика, футбол и волейбол. Больше половины верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете. Хотя 97% всех опрошенных даже не знают имен участников Олимпиады от России. Кстати, на открытии флаг сборной страны сегодня нес воспитанник Ярославской волейбойной школы Максим Михайлов. Наша съемочная группа выяснила, будут ли сидеть за состязаниями в Токио. Я не знала про Олимпиаду, честно, не наблюдаю за спортом, в принципе. Поэтому я не собиралась ничего смотреть. Но раз у меня сказали, я, может быть, что-нибудь доглянула, открытие красивое, например. Да, я буду смотреть Олимпиаду. Очень интересуюсь спортом. С мужем смотрю мужские, а так плавание нравится. Я буду смотреть за баскетболом 3х3. Бег вот девушки, спринт, когда бегают, мне очень нравится. Особенно поближе к финальчику. Очень интересно. Ну и какие-нибудь командные. Ну дай бог бы в десяточку вошли. Это было бы вообще уже с учетом современных реалий. Я желаю нашим спортсменам, чтобы они хорошо выступили. Пожелаем успехов, удачи и большого везения. И еще о спорте. Сегодня в Ярославле студенты из разных вузов страны соревновались в парусном спорте. Гонка на яхтах прошла в рамках Всероссийского турнира студенческой парусной лиги. Он проходит в 13 городах России. Соревновались на определенном классе яхт, который предоставила ярославская сторона. В чем уникальность гонки, расскажет Александр Захаров. С раннего утра яхтсмена Всероссийской студенческой парусной лиги готовит свои суда к гонке. Знакомится с правилами. Затем открытие, на котором ребятам говорят напустные слова. В том числе ветераны и легенды парусного спорта. Есть такая хорошая поговорка. Парусным спортом занимаются люди со средними умственными способностями. Дурак не сможет, умный не будет. Но это один из самых интеллектуальных видов спорта. И во многом джентльменский. Там определенный уровень культуры. Что будет прививаться и ребятам. И это скажется и на последующей жизни. Яхтсмены из Ярославля, Москвы, Орла, Ростова, На-Дону. Впервые в нашем городе проходит гонка Всероссийской студенческой парусной лиги. Ярославлю было доверено провести седьмой из 18 этапов. Первыми на старте так называемые снайпы. Это парусные лодки с двухместным экипажем. Там везде по два человека. Один рулевой. Он как бы главный, он выбирает дистанцию, как он пройдет ее, где он как повернуть и так далее. И второй шкотовый. Он управляет передним парусом вторым и откренивает яхту, когда сильный ветер. Десять экипажей выстроились между стартовой и финишной вешкой. Далее сначала против ветра им предстояло пройти до надувных буев, обойти их левым бортом, вернуться и войти в створ между двух поплавков. Выполнив две петли, экипаж меняется. Парусный спорт, ну, ветер, свобода, не знаю, природа. Сами видите, какие эмоции, то есть, это непередаваемые ощущения. Поэтому, ну, сначала, как, у меня была работа просто связана с парусами. Потом более стал серьезно заниматься парусным спортом и вот участвую в гонках теперь. Университет, ну, дает возможность такую, поэтому грех не воспользоваться ей. За правильным прохождением маршрута следит судейская команда на двух катерах. На одном из них член сборной России по парусному спорту в олимпийском классе Егор Кирпигорев. Когда-то он начинал в Ярославском парусном клубе на самой маленькой яхте «Оптимист». С тех пор выигрывал международные гонки на самых разных судах. Много интересных проектов, много интересных яхточек. Сейчас еще новые тенденции – это фойлы, это новая любовь яхтсменов, потому что это другие скорости, это другие ощущения. И вообще, наверное, даже другие принципы всей физики и всей этой химии парусного спорта. Провести турнир порученный Ярославской Федерации парусного спорта, которая возродилась в этом году. Сегодня она активно развивает три направления. Детский на классе яхт «Оптимист», «Луч», юниорский студенческий на «Снайпе» и взрослый, который уже пробует свои силы на крейсерских яхтах. Мы проводим мероприятие, как раз направлено на привлечение новых ребят. И у нас пошел приток детей, пошел приток студентов. Причем мы пытаемся договариваться с университетами. Но пока это в стадии разговоров, а студенты уже занимаются. Уже вот сейчас принимают участие. Мы сформировали команду, которая 3-го числа уже в Орле будет гоняться. По результатам первого гоночного дня победителями стала команда из Ярославля. Впереди еще два дня соревнований. Александр Захаров, Максим Сушанов, Новости города. Россия отмечает 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Его имя знаковое для нашего Отечества. Торжества затронули и Ярославскую область. Сейчас в эфире спецпроект городского телеканала «Александр Невский, 800 лет». Коснуться души каждого слушателя. Передать Божий мир и любовь через исполнение духовных произведений и произведений современных авторов. Основная идея хора «Вифлеемская звезда». Приглашаем в хор всех, кто любит духовную музыку. Телефон 664091. Перед вами изображение большого герба Российской империи, утвержденное Александром II 11 апреля 1857 года. В описании центральной части говорится, главный щит с гербом государственным увенчан шлемом святого благоверного князя Александра Невского по сторонам изображения святых архистратига Михаила и архангела Гавриила. Уже сам тот факт говорит о том, насколько в нашей стране вплоть до 1917 года почиталось имя этого великого русского политика и полководца. Боевой шлем Александра Ярославовича на гербе империи символизировал преемственность двух правящих династий – Рюриковичей и Романовых. Сегодня этот средневековый артефакт каждый может увидеть в собрании оружейной палаты Московского Кремля. До конца 19 столетия он демонстрировался как шлем великого князя Александра Невского, о чем свидетельствует этот рисунок из книги «Древности российского государства» издания 1853 года. Но у историков на этот счет существуют большие сомнения. В сохранившейся описи оружейной казны конца XVII века это боевое изголовье числится как шапка Ерихонская, мастера Никиты Давыдова, преподнесенная в дар первому царю из рода Романовых, Михаилу Федоровичу, в 1621 году. Ерихонскими шапками тогда называли определенный тип конусообразных боевых шлемов. Этому изобретению тысячи лет. Вот, к примеру, шлем ассирийского царя VIII века до н.э. А это монгольский времен Чадгисхан. Даже мимолетного взгляда на шлем Александра Невского достаточно, чтобы понять, создавался он не для участия в боях, а как принадлежность парадного доспеха. Шишак выкован из красного железа, покрыт золотым орнаментом, украшен сотнями драгоценных камней. Обескураживает другое. Это арабские письмена, нанесенные явно не русским православным мастером. На ерихонской шапке Невского начертана арабская вязью 13-й аят из Корана. Обрадуй правоверных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы. Даже без тщательной экспертизы заметно, что христианские изображения нанесены намного позже исламского буквенного орнамента. На передней задвижке защищающий переносицу – Михаил Архангел, а на трех сторонах шишака – королевские короны. Многие специалисты считают, что арабская вязь бережно оставлена русским мастером как клеймо высочайшего качества. В те времена восточный булат ценился во всем мире дороже золота. Возникает естественный вопрос – какое отношение к ерихонской шапке, подаренной царю Михаилу, имеет великий князь Александр Невский? Дело в том, что вплоть до начала XX века считалось, что ерихонская шапка царя Михаила Романова была перекована именно из боевого шлема святого благоверного князя. Сохранилось предание, согласно которому Невский, умирая в городце по пути из Золотой Орды во Владимир, принял схему и передал по заведенной традиции все свои личные вещи, в том числе и доспехи, Федоровскому городецкому монастырю. Через какое-то время шлем оказался в Москве, где правил младший сын Александра Ярославовича, князь Даниил. Возможно, он и стал следующим владельцем отцовского шлема, оставив его как святыню для своих потомков. К сожалению, нет никаких научных подтверждений этой красивой легенде. А возможные были, только утрачены безвозвратно в многочисленных пожарах и войнах. В Забайкальском крае после проливных дождей обрушился мост на Транссибирской железнодорожной магистрали. Никто не погиб и не пострадал. Авария ликвидируется. Улицы Ростова-на-Дону после сильного ливня затопило. В Волгоградской области порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Не устояли некоторые деревья и кровли домов. После изнуряющей жары дожди пришли на Ставрополье. Ливневки в городах не справились. В Астраханской области сильнейшая жара 42 градуса. В Калмыкии до 44. Но и там обещают грозу и шквалы. А что в Ярославле завтра? В эфире прогноз погоды в студии Алена Груздева. Здравствуйте. Ярославцы отдыхают от жары. Осадка в субботу. Синоптиков тоже не обещают. Подробности далее. Некогда нам гревать. Время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточная система, профильные трубы. Металлопров 338-339. В субботу ночью в Ярославле облачно без осадков, температура 11 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В субботу днем в Ярославле облачно с прояснениями, без осадков, температура 20 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. Увидимся завтра. Через мгновение на городском телеканале продолжение сериала «Комиссар Мегре». На сегодня у меня все. Наши новости также доступны на сайте ГТК.ТВ и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме. В студии работала Анна Лазоркина. Хороших выходных. До свидания. Продолжение следует.